Всем здравствуйте. Меня зовут Журавлева Александра. Я студентка второго курса факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова. Сегодня я хотела бы представить вам мой доклад, который базируется на впечатлениях после прочтения книги Константиновского Ильи Давидовича, который называется «Книга странствий. Путевые заметки». На написание этой работы меня вдохновила моя преподавательница сербского языка Иванова Ирина Евгеньевна, за что я ей очень благодарна. Начать свой доклад мне хотелось бы с того, что любое литературное произведение, на мой взгляд, должно быть рассмотрено в рамках какого-то исторического контекста. И нельзя говорить о впечатлениях советского журналиста, посетившего Югославию голословно. Нужно знать историю отношений в тот период времени между Советским Союзом и Югославией. Отношения эти, установленные еще в 1940 году, были очень сложные и они были достаточно разные. От дружественных в период борьбы с фашизмом во время Второй мировой войны до полного разрыва в 1949 с последующим восстановлением отношений в 50-60-е годы. Межкультурные связи, прерванные в 1949 году, стали восстанавливаться после 1953 года. И в 60-80-х годах XX века в Советском Союзе публикуется большое количество переводной югославской литературы, проходят кинофестивали, кинопоказы. Позднее начинается развитие культурного обмена, то есть многие писатели, поэты путешествуют в Югославию, проходят международные художественные выставки и другие культурные мероприятия. Точка отсчета налаживания культурных отношений можно считать публикацию перевода в Советском Союзе книги Добриши Чосича «Солнце далеко», который рассказывает о борьбе югославских партизан с фашистами. К сожалению, не существовало туризма выездного в Советском Союзе до 1950-х годов, и это было связано не только с международными отношениями, но еще и потому, что просто не было такой культуры выезжать в другую страну. Однако со второй половины 1950-х годов намечается рост числа от советских туристов в Югославии и югославских в Советском Союзе. Итак, моя работа написана на основе книги бывшего фронтового журналиста Ильи Давыдовича Константиновского, который в 1968 году посетил Югославию и изложил впечатление об этой стране в своей книге, которая так и называется «Книга странствий». Во время своей поездки он побывал во многих странах бывшей Югославии. Например, он посетил Белград, Загреб, Любляну и множество маленьких югославских городов. Константиновский пишет не как сторонний наблюдатель, а он пишет заинтересованно, он тонко чувствует национальный характер, он чувствует особенности людей, он пытается разобраться во взаимосвязи культур и общности судеб разных народов, которые мыслятся им как один. Он не делает различий между разными национальностями, и это его удивляет, что такие разные национальности существуют вместе, не сплавляясь воедино, они не смешиваются, они только заимствуют друг у друга какие-то отдельные культурные явления. По структуре произведение напоминает заметки, что отражено в альтернативном названии, и поначалу очень трудно воспринимать это произведение, потому что главы достаточно короткие, очень короткие части, но с прочтением книги приходит осознание того, что все это сделано для того, чтобы добиться наибольшей эмоциональной выразительности. Автор дает свое впечатление, дает свои мысли, а как их понимать, уже зависит от читателя. В его книге есть несколько тем, которые проходят красной нитью на протяжении всего произведения, и одна из этих тем — это тема войны и то, как к ней относятся люди. Мне это немного напомнило произведение Ремарка, то есть о чем бы ни говорили, в конечном счете за столом при обсуждении поэзии, литературы речь заходит о войне, и возникает ощущение, что люди являются своеобразными представителями потерянного поколения. Для каждого война была и остается трагедией, которую очень трудно забыть, и герои его книги являются этому доказательством. Константиновский подчеркивает также, что нет и намека на какое-то различие во мнениях представителей разных поколений, то есть и люди, те, которые воевали, и те, которые были еще детьми во время войны, и те, кто еще не родился, у них нет никаких разногласий по этому поводу. Они, для них это в равной степени трагичное событие, и, ну, наверное, потому, что пострадала прежде всего его семья и его родина, то есть каждый человек, он был участником, непосредственным участником этой кровопролитной войны. Касаясь темы войны, Константиновский замечает, что многие люди обращаются либо к истории народа, в частности, в его книге описан эпизод, когда его знакомый в белградской кафане описывает войну, то, как воевал его дядя и отец, и в какой-то момент он переходит к теме турецких захватчиков на территории Сербии и говорит о том, что бороться и отстаивать свою честь — это в крови. И наоборот, существуют и те люди, которые находят эхо войны и в современной мирной жизни. Этому служит примером разговора писателя с молодым человеком в одной из белградских гостиниц, когда ему молодой человек говорит, что война прошла, но всё равно осталась какая-то суматоха, всё так шумит и громыхает, как будто боевые действия в самом разгаре. Другая тема, которая интересует автора и проходит красной нитью в этом произведении — это тема отношения к общественным переменам и прошлому. Сам автор на протяжении всей книги путешествует по городам, в которых он когда-то был военным журналистом, и он пытается найти тот Белград или ту Любляну, которую он помнит. Но время прошло, и ничто уже не напоминает ему те города, которые он сохранил в своей памяти. Он пытается их найти, но эти образы, к сожалению, существуют теперь только в его памяти. И нельзя сказать однозначно, нравится ли новая архитектура, новые кварталы с элементами конструктивизма, рационализма и ардеком. Нравятся ли они писателю? Нельзя сказать однозначно, потому что он слишком глубокую тоску испытывает, потому что уже не существует. Автор также даёт различные мнения жителей Белграда, которые между собой очень активно спорят. Кому-то нравится новая архитектура, и кто-то видит в этом намёк на оптимистичное будущее с развитием науки, технологий, архитектуры. Кто-то, наоборот, придерживается классической архитектуры и старого времени, а кто-то более сдержан в своих комментариях и предпочитает не комментировать. И последняя тема, которую мне хотелось бы выделить, которую я заметила в этом произведении, это тема взаимосвязи культуры и общности судеб разных народов. Как я уже сказала, автор называет всех югославами и редко делает какие-то пометки. На протяжении всей книги я нашла только два упоминания о именно хорватах и черногорцах. В остальных случаях он всех называет югославами. Он не перестаёт удивляться, как эти культуры уживаются, как они живут бок о бок. И несмотря на то, что у них общеисторическое прошлое, они не смешиваются, они просто заимствуют что-то друг у друга. И автор также пишет, что его очень сильно удивляет то, как югославские города сочетают в себе старину и современность, сочетают в себе ясность, аккуратность и простоту. В заключение мне хотелось бы сказать, что эта книга произвела на меня большое впечатление, и я хотела бы её сравнить с «Машиной времени». Для меня это было просто замечательно — посмотреть на страну, которой уже нет, посмотреть на старые города и при этом, наверное, стать некоторой спутницей автора, с которой он делился своими мыслями. Спасибо. Есть ли вопросы или комментарии? У меня был вопрос, но он не ответил уже. У меня, Олег, другой вопрос. Вот вы говорите, что фамилия автора Константиновский, а не более он поляк. Нет, насколько я знаю эту информацию, которую я нашла, он был румыном, но родился он в Одессе. Да, тем не менее, он был переводчиком с румынского языка и с русского. Также у него очень много произведений на французском и немецком языках. Ты, Ваня, видимо, забыл, как в лекции про польский язык задали вопрос про фамилии, и докладчица чётко сказал, что русский, оно на прославянском уровне, не привязано конкретно к Польше. Там и северный Македоний, типа, понял даже тут шутку, что Македонцы, а не лыжники, потому что это скид. Так что это не факт, что он не должен был быть с Польшим. Вдруг межславянские связи настолько глубоки, что... Ну, примерно так и не. ...на третьем уровне. То есть, получается, книга такая ностальгирующая. Он ищет там старую пляну и не может найти, а новое не нравится. Ну, не то чтобы не нравится, он ходит по ней и не понимает, почему всё так изменилось. Ему, скорее, не нравится современное искусство в этой книге, потому что там есть эпизод, когда он ходит по галерее современного искусства Белграда и понимает, что все эти произведения искусства, которые он видит, это стремление художников запечатлеть свои эмоции в красках, и он не понимает, что такого ужасного должно было случиться с миром, чтобы ни на одном полотне не увидеть улыбку. А к архитектуре и городам он относится более сдержанно. Он говорит, что да, это новое время, но хорошо бы и в старое вернуться. Спасибо. 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 Спасибо.